Беларусь 4 В результате поврежден натяжной потолок, диван и другое имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Вчера в Жлобинском районе горела солома. Сообщение о пожаре в деревне Ректа поступило в дежурную службу около 13 часов. Возгорание ликвидировали спасатели. В результате пожара уничтожено более 3,5 тонн соломы нового укоса. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. В Речице по отпечаткам пальцев вычислили велосипедного вора. В дежурную часть районного УВД сообщили о краже двух велосипедов из подъезда. Подозреваемых сразу не выявили. Однако во время осмотра места происшествия на трубе был обнаружен след пальца руки. Оказалось, он принадлежит ранее судимому жителю Речицы. Правоохранители задержали подозреваемых. У одного из них по месту жительства было найдено похищенное имущество. Не хватало на выпивку, поэтому решил продать тротиловую шашку. 64-летний мазырянин за 2 рубля предлагал взрывоопасный заряд случайным прохожим. Сообщение о том, что пожилой мужчина предлагает купить у него тротил, поступило вчера в милицию Мозыря. Оперативники уголовного розыска выехали на место и установили продавца. Им оказался злоупотребляющий спиртным местный житель, которому не хватило денег на выпивку. Как выяснилось в ходе опроса, мужчина уже продал тротиловую шашку весом 400 граммов и электродетонатор за 2 рубля. 45-летнего покупателя также оперативно установили, опросили и нашли у него взрывоопасное приобретение. Как пояснил продавец, тротил он унаследовал от умершего брата, который много лет назад работал буровиком. Согласно заключению эксперта, вещество оказалось пригодным для производства взрыва. Теперь мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы. У ВД администрации Новобелецкого района Гомеля устанавливается личность велосипедиста. 18 августа этого года в 11 утра мужчина, проезжая по тротуару возле дома номер 30 по улице Ильича, совершил наезд на женщину пенсионного возраста. Она упала и получила телесные повреждения. Приметы мужчины. На вид 20-25 лет. Рост 180-185 сантиметров. Худощавого телосложения. Был одет в спортивный костюм. Велосипед черного цвета с толстыми покрышками. Если вы узнали данного гражданина или владеете информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам, указанным на экране. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4.